Река Угра Близ Товарково Города Вот такая красота Такую красоту можно наблюдать Из города Пошел за хлебом И увидел вот это Хотели уже идти Домой назад И увидели Вот такую часовенку Начало весны Вся зелень зеленая, пушистая И вот подойдя к этой часовенке Можно наблюдать Вот такую картину Вся зеленьAU Вся житель Я иду Вся Там написано, что на 7 месте был храм в честь святителя Николая Чудотворца. Это, наверное, большевики развалили храм. А здесь построили чесненько. Сейчас, в наше время, уже не так давно. Замечательная такая архитектура. Незамысловатая, но очень привлекательная. На 7 месте был храм в честь святителя Николая Чудотворца. Чудотворца Николая. Ранее-ранее утро не спится. Это город Товарково, Калужской области. Несмотря на то, что уже 9 мая, день Победы прошел, мы все равно на этой волне вспоминаем наших героев. И в каждом городе, мне кажется, есть вот такие памятники. Может быть, они не очень дорогие по деньгам. Но с любовью все сделано. И хорошо, что никто краской не пишет разные дурацкие изречения. И молодежь это понимает. И вандализмом не занимается. И вот здесь вот ребята, которые погибли. Это Миротворец. Это в шестом году. Это, наверное, в Чечне. Здесь вот Станкевич. В 2001 году. Здесь много. А вот это вот участник Великой Отечественной войны. Чернецов. А вот это генерал-литина Антфирсов. Тоже участник. Участник боев с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калужской области. И за деревней Товарково тогда, видимо, еще было. В октябре 1941 года. Фашист здесь был подлец еще даже в 1941 году. Вот это Качев тоже участник войны. И вот такой вот незамысловатый. Из нержавейки, наверное, железный. Ну, замечательный памятник. С удовольствием все это делают. Дело здесь даже не в деньгах, а дело в памяти. Ну, вот я отошел от памятника и зайду сзади него. Я вижу там замечательная такая смотровая вроде как площадка. Сейчас посмотрим. Тишина. Семь часов утра. Никого нет. Ну, в маленьких городках. Наверное, еще воскресенье. Что им рано вставать. Они здесь тихо, размеренной жизнью живут. Ну, вот это вот позади города. Река Угра течет. И вот здесь вот замечательная вот такая площадка. А вон там пушка. Сейчас посмотрим. О, как красиво здесь все. Дожди. Эти дни шли. Везде лужи. Трава. Зеленая-зеленая. И вот я. Ух ты, как здесь красиво. Ой-ой-ой. А воздух такой пьянящий. Вот это да. Хочется дышать. О, как красиво-то здесь. Надо же. О. Вон там Угра. Река. Вот она протекает, протекает. А вот пушка стоит. Ух ты. Ничего себе. А что за пушка-то такая? Ага. Не написано. График испытания накатника ЗИС-Д-44. Ага. ЗИС-Д-44. Вот она такая вот. Красавица какая стоит. Ну, а вот здесь вот опять про войну, как наши деды воевали. И вот здесь вот дальше площадка. Ух ты, а я не видел, не знал, как красиво здесь все сделано. Вон, вон вороны, галки. Вон здесь им никто не мешает жить. Вон, там вот мост автомобильный. Вот люди приехали в воскресный день рыбу половить. Не жарко. 12 градусов тепла. О, какая вот красота. Вот она открывается. Говорят, в давние времена речка заполняла даже вот эти вот места. И поэтому, слава Богу, она заполняла. Потому что обязательно какие-нибудь, ну, вориши построили бы себе трехэтажные домики здесь. И канализацию сливали бы в угру. Слава Богу, этого не случилось. И вот так вот такая прелесть здесь образовалась. Потому что, до чего человек дотронется, он все испортит. А на том берегу лес, лес, лес. И там очень красивая церковь. Но ее сейчас не видно из-за зелени. С другой стороны там видно. Макушечка красивая такая. А с этой точки не видно. Вот здесь еще крест. Рядом вот с этим. Памятник там. Еще крест. Ого. Но информации никакой нет. Красавчик стоит. Уорота, уорота, плетя. Чистенько. Красиво. Красота, в общем. Хорошо. А, это галки. Ох, сколько много. Я ранее говорил, что не видно церковь. И вот сейчас я с другой стороны чуть-чуть подъехал. Я не знаю, видно или нет. Покажет. Камера или нет. Сейчас я вот так попробую сделать. Церковь. Церковь. Вот там вот за... Вот, да-да-да, видно, наверное. Ага. Красавица такая вот там стоит. Вот отсюда видно, когда меньше листвы, она больше видна. А сейчас от листва деревьев загородило ее. И макушечки только торчат. Ну, вот люди начинают просыпаться, что-то ездить туда-сюда. Ну, там еще пешеходный мост. Вот здесь люди рыбу ловят. И вот я вчера здесь был такая замечательная... О, как ветер. Надеюсь, он стоит с крестом. Я вчера снимал, но мимо опять проехать не мог. Этим ранним утром, чтобы не потрогать... Не потрогать это вот. Вот здесь на 7 месте был храм в честь святителя и чудотворца Николая. Здесь храм был. Я уже вчера говорил, что большевики его снесли. И ничего вместо него, конечно, не построили. Просто снесли и все, наверное. И уж и пошли домой водку пить. А вот какая-то... Какое-то дерево цветет. Вот оно, красавица. Ну, вот на этом заканчиваю. Много птиц. Много птиц. Дина, это наша пропавшая Дина, которая путешествовала в Москву. Куда не надо ходить, куда не надо. Иди сюда. Да ладно, ну пусть что она. Она будет кушать сейчас что-то. Расскажи, как дела путешествия. Вот наступил вечер в городе Товарково Калужской области. Тучи опять находят. Сегодня 11 мая 19-го года. Вот тучи, тучи, тучи. Не успеешь оглянуться и тучи. То солнце, то тучи. И вот здесь вот, буквально за чертой города, течет река Угра. И вот я иду по мосту через Угру. Мост такой замысловатый. Мы его покрасили. Вон какой. Дорога в небо. Скрепит весь. Вот она русская земля. Все выше и выше. Страшно. Вот приток, как приток. Какая-то речка что ли? В реку Угру. Угру. Вот она. Рыбу ловит. Здравствуйте. 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 Здесь прям сухо, хорошо. И вниз спустил леску и ловит. Вот она разливается слегка. А вот там мы купались. Вон там. Рыбак, прямо в середину встал речки. Вот он, мост одет. А вон там рыбак, прямо в середину встал речки и стоит. Рыбу ловит. О, красота какая. Сюда надо проезжать к художникам и писать вот такую красоту. Шумит. Сейчас расслабляется. Шумит. Смотрите продолжение в следующей серии. Там камни какие-то. Это тут парша, а там все вокруг. Смотри, камни какие. Это сразу. А теперь что вода нахер спустяная. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Прибади. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ох! Ох! Мы пересекли мост реки Угры и зашив лесок и увидели ту церковь, про которую я говорил. Вот она, вот она сквозь листву видна. Пошел дождик. Это тоже нехорошо. Ой-ой-ой-ой! Вот мы подходим, красавицы, к церкви. Вот она. На Руси никогда не жалели денег На церкви Жалели деньги на людей Опа Какой дождик Опа Видящий я, когда на Тебя высять, Господа, преподобный Отче наш Тихонин, Благодать подавайте, скорость, уважение всем, сверуйте в Тебе, приходящим, И содевайте приславные чудеса, мы веселяющие, имеем такова видность и благополучие, Прославляемся сильнее, Господи, и выходим в Его, аминь, 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 аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Правда, мы уже отошли от церкви, но нас застал дождь, И нас потянуло где-то укрыться, и вот церковь была красавица впереди, мы туда зашли, и там как раз служба проходила. А вот как будто специально Господь нас направил туда. Я, честно говоря, первый раз, ну, от начала и до конца, хотя не до конца, находился на этой службе, и священнослужители так хорошо это все воспроизводили. Батюшка благословил нас. Благословил, благословил, и все так замысловато все это, как выяснилось, а я почему-то и не знал, что это именно так все должно происходить. Что-то прямо за душу взяло, и вот взяло. И вот сейчас мы вышли, и здесь вот эти вот бугры начали спорить. Кроты или это, или еще что-то. Да нет, ну вот здесь вот какие-то бугры. Обычная ямка и бугор. А здесь одни бугры. Что они здесь натворили? Кроты. Вот они, я что-то сомневаюсь в этом. Вот кто знает, напишите в комментариях, что это вообще такое. Я говорю, что кроты. Он говорит, нет. Ну как, вот просто ни с того ни с сего вот эти вот бугры. Да. Ну яма же должна быть, откуда-то они должны быть. Вот вырыл, и там трава выросла. Ну как он вырыл, а где яма? Кто знает. И вот эти подлецы все здесь вот так измордовали. Все, зачем подлецы, они сделали непонятно. Ну возьми пару дырочек, сделай, хватит, иди домой. Так нет. А их много. И каждый хочет дырочку. Да? Да. Интересно. В общем, вот такая вот погода. Ничего себе. На майские. Смотри, едет. Да нет, там наверное дорога. Нету там дороги. Я помню, Вовка один раз поехал, когда снег был. Знаешь, как застрял, мы откапывали, он откопаться не мог. Так, ну это снег сейчас снега-то нет. Ну все равно ездит. Вот просто ездит. Да потому что здесь вон очень разбитая дорога. Все, приехал. Да нет, это он остановился. Просто так. Пописать. Нет, что-то там. Там, наверное, парень с девушкой приехал. И, конечно, вот эта дорога такая вязкая. Нет, ты знаешь, я стояла на службе. Даже вот стало завидно, что там дети стоят. Мне захотелось ребенка тоже привезти, чтобы постоял. Он же сколько... По-моему, последний раз был в Чернигове в церкви. Возвращаемся домой. И все время тянет рука вытащить телефон. Выпить и поснимать что-то. Я сейчас такую песню хорошую пел. Я его заставила поснимать. Такой вид, это невозможно не снять. Тропинка вверх. Вот этот пруд. Это вам не мавзолей Ленина на Красной площади? Да посмотри, там рыбаки сидят. В моем детстве он разливался. Река Угра разливалась. Полностью пруд затапливал. Сейчас такого нет. Почему? Вот интересно. Ну, давай, спой песенку, которую только что пел. У меня слух есть, а голоса нет. Поэтому я не рискую. А ты спой. А у меня есть слух и голос, но есть стеснение. Спой давай. Мужики, сволочи, не хочут мне помочь. Выносливость у меня вырабатывает. Они думают, что мы такие же сильные, как они. На четвереньках сейчас пойду. Даже не поможет. Еще и снимают меня. Давай, давай, давай. Ой, ой, ой. Недура. Как это балбел. Четыре часа, пятнадцать минут. Возвращаемся домой, в Москву. Возвращаюсь домой. Хорошо. Машин нет. Солнце встает. Продолжение следует. Всё готов. Обл,' finding folks Heya. woman. Я с места похожа. Я с ним это рассказать. Кто-то представori butn't. Кто-то. Поконистов. Новый год. Кто-тоث點. Продолжение следует...